Ну вот, привет, друзья. А вот Андреан Григорьевич Николаев, сам начальник Центра подготовки космонавтов, он меня пригласил из орбиты, где я тогда находился в гостинице в Звёздном, к себе. И я жил у него в квартире. У него была большая квартира в башне. Ну, короче говоря, значит, его брат Пётр страдал, значит, ревматоидным артритом. И там была такая мода на чистку организма. И Пётр, следуя советам Шаталовой, которая тогда была в моде, он, значит, принимал по её рекомендациям, и кожа у него уже была как у младенца. Да. Андреан Григорьевич попросил меня, чтобы я с ним немножко позанимался, но, к сожалению, Пётр уже был в таком состоянии, что через некоторое время мы его потеряли. Ну, короче говоря, он голодал и пил только вот эти соки морковные. Ну, боже ты мой. Он голодал, голодал, пил только эти соки. Да. У него было очень сложное состояние. И вот, как говорится, рецепт народный, Шаталовой, новатора. Ну, в Звёздном городке, как я говорю, все очень увлекались всякими эти рецептами. Вот. Мы его потеряли. Ну, Андреан Григорьевич меня очень любил, очень уважал, и я вам сейчас расскажу, интересно. Значит, вот он мне вечером говорит, после работы мы пришли, я у него дома жил. Значит, он мне говорит, видишь, там шкаф открой. Я открываю шкаф. Говорит, видишь, сколько у нас? А там стоит 10-литровый болот спирта. Ну, он мне говорит, но мы пить не будем. Я говорю, хорошо, Андреан Григорьевич, какие вопросы? Мы не собираемся пить этот спирт. Потом мы сидим-сидим, а он, значит, курил сигареты лайка. И мне говорит, Брыжев тоже курил лайку. Пойдем покурим. Мы выходили в подъезд там, и там у него баночка была такая, он в квартире не курил никогда. И в этой баночке мы страхивали этот пепел. И он мне говорит, бывало, говорит, приеду в Кремль, а Леонид Ильич меня увидит, Брыжев говорит, Андреан, ты где пропал? А я, говорит, говорю, в космос летаю, Леонид Ильич. Ну, однажды меня, значит, ну, хорошо с этими, со спиртом досхожу, значит, потом мы, он говорит, давай, ладно, чуть-чуть только, один раз. Короче, мы этот баллон достали, наливаем эту рюмочку, рюмочку, выпили, сидим, поели немножко, потом он говорит, больше пить не будем, нет. Ну, ладно, давай еще чуть-чуть. Опять лезем на этот баллон, опять выпиваем. Короче говоря, а на следующий день у меня такой случай, значит, мне нужно быть на месте, где сам Андрей Агрикович должен мне вручать медаль 20 лет Центра подготовки космонавтов за мою работу под созданием модели невесомости в земных условиях для космонавтов. А так случилось, а он такой, знаете, вставал, так, как будто ничего и не было, он, значит, утром свеженький, уже ушел, видимо, а я вдруг просыпаюсь, ну, господи, закалка-то другая, я вдруг просыпаюсь, и у меня такое состояние, я уже опаздываю, и у меня, значит, щетинка, а мне там надо быть, и мне там будет вручать сам Андрей Агрикович, ну, как же быть, и мне там надо же еще им там упражнения показывать, там же группа собралась, я не знаю, что делать, а мои бритвенные принадлежности остались в орбите, в гостинице, я ищу где-то бритву, ищу где-то бритву, не могу найти, я смотрю, там у него электрическая бритва, и я стал нещадно, значит, очень нещадно, значит, этой электрической бритвой, ну, неудобно же его подводить, он же меня сейчас там ждет, и с группой разговаривает, я, короче говоря, потом прибегаю туда, белой рубашечкой такой, жарко, прибегаю, воротничок такой беленький, весь такой прибежал, а он оказывается, смотрите какой, он оказывается, и в занятиях вместо меня проводит, да, он им рассказывает, про саморегуляцию, как я ему показывал, рассказывал отдельно, потом мы с ним же каждый день ходили в управление медицинское, там кабинет нам освобождали, чтобы я с ним работал, а когда я с ним работал, ну, мы каждый день ходим, он в черных очках таких был, мы приходим туда, они все выстраиваются, значит, я с ним занимаюсь, он лежа, лежа занимался, потом вставал, говорит, ой, прямо, знаешь, такое состояние, как будто искорки вдоль позвоночника идут, как будто искорки, как мурашечки, да, у него, оказывается, такие были явления, он мне рассказывал, он очень методичный был, я аутотренингом занимался, я этим занимался, я этим занимался, он очень был методичный, а вот так, как ты делаешь, как ты показываешь, я, говорит, никогда не занимался, а эффект сразу происходит, но меня там в медуправлении не очень-то любили, я потом их спросил, что вы ко мне так относитесь, а они говорят, ребята, там же врачи и психологи, они мне говорят, слушай, ты с ним дружишь, а нам-то он начальник, ты представляешь, что мы каждый день испытываем, когда ты вместе с ним приходишь, а мы вынуждены вот так, вот все время быть, как на боевом дежурстве, вот почему они ко мне так относились, но потом мы с ними сильно дружили, со всеми, и даже начальник медуправления Береговкин, вот Береговой был начальник центра подготовки космонавтов, а Береговкин был, значит, начальником медуправления, там, потом мы с ним тоже дальше дружили, дальше дружили и много чего делали, потом он был директором института иммунологии в Москве, да, мы дружили много лет, ну, суть-то в чем, суть в том, что вот из-за этой Шаталова, из-за этих рекомендаций, Петр так сильно пострадал, о чем я и говорю, вот в нашей встрече с космонавтами, о моей работе в центре подготовки, куда меня пригласили, прикомандировали по письму Андрея Григорьевича Николаева и Трубилина, замминистра здравоохранения России тогда был. И вот однажды мне Андрея Григорьевич говорит, давай, говорит, поедем, сейчас, говорит, Дженни Бекова будут в Минздраве обсуждать специальное совещание, которое созывает Бурназиан, академик Бурназиан, замминистра здравоохранения СССР. И мы там должны быть, и ты там должен быть. Ну, мы с ним поехали, и вот он, значит, в погонах, а я, значит, просто сижу рядом, и там целая группа. И вот там докладывает кто-то, что Дженни Беков, оказывается, в космосе, занимался аутогенной тренировкой. И как бы в связи с этим нестыковка или растыковка не произошла вовремя в космическом корабле. Ну, с чем-то стыковалось-то. А потому что он якобы спал всего 4 часа благодаря тому, что он занимался аутотренингом. Тогда это был Дженни Беков же передовой человек, и он самое новое использовал для себя. Хотя в программе-то подготовки, Центра подготовки космонавтов этого не было, он сам это делал. И вот сейчас его обсуждают, почему он это делал, и как вообще поступить. И вот это Бурназиан сидит с геройской звёздочкой. Значит, мы все... Вот вы знаете, такое ощущение, как будто лев сидит, а все отжались. Потому что это такая фигура, вы не представляете, Бурназиан, сам министр здравоохранения СССР. Это такое в Советском Союзе, это очень большая персона, очень большая персона. Ну, к тому же, и у космонавтов тоже очень многое зависит, выпустят полёт или нет, если Министерство здравоохранения. Ну, там всё взаимосвязано. Одна же журналист, который со мной беседовал, даже удивился. Он мне задал вопрос, а как вы думаете, чего боятся космонавты, или не боятся космонавты? А я ему сказал, конечно, боятся. А чего они боятся? А я говорю, ну, они готовятся, готовятся, и вдруг не выпустят полёт. Он говорит, надо же, как это интересно. Он даже не ожидал, что я ему так отвечу, этот журналист. Так вот сидит группа наша, там специалисты, и вот Бурназян вдруг обращается к Андреану Григорьевичу, говорит, товарищ космонавт, а вы что думаете по этому поводу? Андреан Григорьевич говорит, ну, я думаю по этому поводу, когда мы идём в гости, например, мы покупаем бутылочку вина хорошего, мы сидим за столом. Точно так же, как и в космическом корабле, когда стыковка должна быть, надо всё-таки, наверное, прописать, чтобы можно было бы на орбите взять, ну, вина немножко, чтобы там угостить, там, когда стыковка произойдёт, угостить своих коллег, там, вот, ну, потом обсуждали, 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 потом вдруг Бурназян говорит, слушайте, ну, мы сейчас не это обсуждали, мы сейчас говорим о том, что это питание будет другое, другое совещание, мы сейчас говорим об аутотренинге, а почему меня Андреан Григорьевич пригласил туда? Потому что я саморегуляцией занимался, да, ну, это же супер аутотренинг, и вот теперь он меня специально пригласил, чтобы я тоже что-то сказал, вот, я честно говоря, вот сейчас я хорошо не помню, давали мне слово, там, не давали, ну, забыл просто, бывает такое, я был очень такой напряжённый тогда, потому что очень важное совещание, ну, не помню, просто вылетело из головы, но просто вот сам факт мне так запечатлелся в голове, что я его всегда помню, что обсуждали вопрос, можно ли в космосе применять аутотренинг, это очень интересно, правда? Вот, а вот я когда Марс-500 готовил испытателей международной космической программы, там вообще это не обсуждается, это уже годы современные, там как раз таки я обучал их и саморегуляции, а до меня там специалист, уважаемые коллеги мои, постарше меня, он их обучал как раз таки аутотренингу, всё было уже законно, легитимно, как говорится, вот очень интересные вещи, вот так вот я рассказал о том, как Пётр, бедный, ушёл от нас, как я очень уважал Андрея Николаевича, ну такой добрейший человек, он, сейчас об экстрессенциях скажу, и он однажды меня познакомил с МВД России, там была ещё Кремлёвка, мы с ним пошли, он по Кремлёвке позвонил Щёлокову, министра внутренних дел СССР, и сказал, что вот у него есть такой вот специалист мощный, что он хочет с МВД познакомить, может вам там нужно, он меня пытался как-то поднимать, продвигать, чтобы ознакомить с учреждениями, потому что он на себе прочувствовал и группа испытателей космонавтов и тех, которые летали в невесомость, с которым я работал, на себя прочувствовали, и он старался мне помочь, чтобы это узнала вся страна, чтобы этим занимались, что это полезно, вот такой был человек, я его очень любил. Да, даже когда я приехал потом в Чувашию, в гости, меня пригласил замминистра по экономике, по промышленности, там, Волошин, мы с ним много лет дружим, пусть, пусть, и это Волошину привет большой, мои сердечные пожелания, желания, Волошин когда пригласил, когда они узнали, что я дружу с Николаевым самим, а он же там национальный герой, так меня там на руках носили, вы представляете? Да, ну вот, такой Андриан Григорьевич, необычайный, добрый человек, и он позвонил Щелокову, и мы договорились, что я с ним приеду, и Андриан Григорьевич лично на своей машине, ну, там водитель был, Волга, черный, и привез меня в МВД, и когда меня, значит, с Андриан Григорьевичем встречали дежурные, там, гардеробу провести, чтобы мы разделись, они прямо перед ним, все его уважали, любили, он такой человек был, да, и мы там разделись, все это, и поднялись наверх, и вот сейчас об экстрасенсах, которых я, как говорю, не люблю, я этих эзотериков не люблю, вот смотрите, почему, много было у меня причин для этого, чтобы не любить это, и вот, значит, там Шелокова не было, мне еще сказал Андриан Григорьевич, хитрая контора такая, он, оказывается, куда-то от них по-настоящему, ну, этот министр внутренних дел мог отъехать и куда-то, но меня познакомили с замминистром, который кадрами занимался, а тот замминистр, тоже генерал, и он, значит, пригласил, значит, меня навстречу там же в этот момент с начальником психофизиологической лаборатории МВД СССР Виноградовым, Виноградов мне сказала, как вы думаете, для чего это может быть у нас здесь, для МВД, для наших сотрудников по стране, для чего это может быть, а у меня друг как раз-таки полковник был, он, значит, был начальником милиции в каком-то городе, я не хочу называть сейчас, вот, а он был пьяницем, я не сказал, ну, для того, например, хотя бы для того, чтобы алкоголизм уменьшить среди сотрудников, и он тогда мне сказал назидательно, в системе МВД алкоголизма нет, ну, нет так нет, ну, короче, мы договорились потом еще встречаться, но потом у нас уже встреч уже не было по разным причинам, его и моим, но дело-то в том, что какая-то связь с экстрасенсами, дело в том, что через много лет именно этот Виноградов на телевидении проводил программу, руководил этой программой битву экстрасенсов, вот так, пожалуйста, отношение к жизни и к людям, Андреан Григорьевич в моем сердце. Всегда. Я его очень любил. Я его очень любил. Да, Андреан Григорьевич. И Петра очень любил. Ну, до встречи.